Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о так называемых антикризисных предложениях. Кризис касается, наверное, всех сфер экономики. Кризис касается любого человека. Любой человек в разгар кризиса старается максимально сэкономить и свое время, и потраченные денежные средства. На Рязанском рынке появились первые антикризисные стартапы. Об одном из таких стартапов мы сегодня и поговорим. В нашей студии руководитель отдела маркетинга компании «Первый квадратный метр» Роман Ефимов. Роман, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. И, собственно говоря, с чем вы вышли на рынок? Что вы предлагаете людям? Ну, самое важное то, что перед началом стартапа была поставлена четкая задача, что этим стартапам, чем этим стартапам мы поможем обычным людям. И ответ прямой. То есть мы помогаем дольщикам правильно принять квартиру у застройщика. Потому что сами в том числе столкнулись с проблемой приемки квартир, когда на этапе ремонта начали выясняться не очень хорошие подробности, что застройщик где-то что-то не доделал. В конечном счете эта недоделка вылилась в очень серьезную сумму как для друзей, родственников, так и для многих наших знакомых. То есть ваша компания профессионально помогает принять квартиру от застройщика, да? Да. Застройщик построил квартиру, сдает ее дольщику обычному человеку, ну, к примеру, мне в данном случае, и тут на помощь приходите вы. Да. Причем идея эта возникла, собственно говоря, не так давно. Потому что все больше и больше людей, с кем мы общались в обычной жизни до этого проекта, рассказывали нам о существующей проблематике. И когда мы начали проводить исследование, потому что стартап невозможен без определенного исследования, мы обратились в Рязанский государственный университет к аферу социологии, чтобы нам помогли исследовать вообще потребность, есть ли у людей потребность такой услуги. И что мы выяснили? На самом деле цифры были очень серьезные. Знаете ли вы, что 70% людей, которые приобретают жилье в нынешних условиях, да, это последний срез, 7-5 лет, это ипотека. Это ипотека. А ипотека, это значит, люди отказывают себе в каких-то вещах, и большую часть заработных средств они оплачивают именно жилье, свое жилье. Хорошо, хоть тенденция позволяет это сейчас делать, кредитование, хоть и достаточно сложная вещь, но нужная, чтобы приобрести жилье. Так вот, люди, покупая однокомнатную, на двухкомнатную или трехкомнатную квартиру, вкладывают существенные деньги на долгие годы. И для них это большое обременение. В то же время, участвуют в договоре долевого участия с застройщиком, ждут какое-то время, и на выходе не всегда, подчеркиваю, не всегда получают качественный продукт. Потому что по законам застройщик должен взять квартиру в определенном виде. Это, как правило, хорошие стяжки, хорошая кладка, правильный метраж, хорошие окна и так далее, и так далее. То есть достаточно большое перечень элементов, на которые мы, как потребители, не всегда обращаем внимание. Если раньше, когда нашим родителям 70-е, 80-е, 90-е годы еще как-то квартиры давали от предприятий, вы поверьте, и вы, наверное, со мной согласитесь, что люди не смотрели на качество. А кривые потолки были безразличны, потому что главная была квартира, своя бесплатная квартира. Стали ли строить лучше? Мне достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что разные строительные компании строят по-разному. Тем не менее, наш стартап, наш ресурс позволяет людям, даже с ограничениями определенными финансовыми, самому проверить качество квартиры. У нас, на нашем сайте, да, там можно позвонить нам, обратиться к нам. Мы, по крайней мере, подскажем, как это сделать, если у человека нет собственного набора каких-то инструментальных средств. Люди просто хотя бы должны знать, как это правильно делать. Этим они существенно могут сэкономить денежные средства в период ремонта. Ну, то есть, грубо говоря, я покупаю квартиру, обращаюсь к вам, и вы находите, что в этой квартире, не знаю, там стяжка лежит не так, либо же, допустим, кирпичная кладка возле окон имеет какие-то там деформации, и впоследствии в квартире может быть холодно, там окно это может промерзать зимой, соответственно, стена может промерзать, еще что-то. Правильно я понимаю? Да, да, вы абсолютно правы. На самом деле, для обследования квартиры у нас есть две бригады. Это квалифицированные специалисты, прошедшие обучение, тестацию, полностью сертифицированное оборудование. Мы приезжаем на объект, делаем определенный ряд измерений, касаемые влажности, касаемые правильной укладки стяжки, перегородок, электрики, есть ли вытяжка, работает ли хорошо вытяжка, хорошо ли установлены окна. То есть, это те, тот перечень, на который надо в первую очередь обратить внимание. Потому что, если застройщик не выдержал какие-то критерии при постройке объекта, то зимой могут быть большие неприятности, да, там влажная стена приведет к плесени и так далее, и так далее. У меня, кстати, у самого были такие проблемы, приходилось потом извлекать, что называется, денежки из кармана и эти стены утеплять. Вот, это все ложится непосредственно на ваш бюджет личный, но вы не должны были этого делать, потому что, наверное, не знали. Хорошо, вот механизм. Вы пришли в квартиру с помощью своего сложного оборудования квалифицированных специалистов, увидели те недостатки, которые есть. Что дальше? Вы даете эти недостатки человеку, который, что называется, вас нанял, то есть, рядовому потребителю, и он уже самостоятельно разбирается застройщиком. Смотрите, ситуация разная. Мы предлагаем, на самом деле, два решения, и они простые. Первое, за небольшую и достаточную плату мы проводим просто обследование помещения, пишем нашему клиенту-заказчику лист осмотра, вносим все это в акт и отдаем заказчику с тем, чтобы он сам обратился в строительную компанию с просьбой устранить данные недостатки. Варианта три, при котором сам застройщик будет это все исправлять. Либо он исправит все это за свой счет, либо дольщик все это осметит и попросит... Скидку там дополнить. Да, да, да. То есть, механизмы есть, и они прямые, все прописано, на самом деле, в законах Российской Федерации о строительстве. Это все очень легко и просто. И второй момент, когда мы до конца занимаемся объектом, то есть, приезжаем, смотрим, все записываем и сами представляем интересы. То есть, уже сами ведете диалог со строителями? Да, сами ведем диалог со строителями. Как правило, все строители заинтересованы в том, чтобы в срок сдать дольщику жилье. Как правило, все идут навстречу, стараются убрать определенные недостатки, потому что вы, наверное, со мной согласитесь, что для наших рязанских состройщиков очень важна репутация. Безусловно. И надо отметить, что действительно на рязанском рынке работают профессиональные компании, которые действительно дорожат своей репутацией. Роман, скажите, вот стартап, это понятно, но он уже, насколько я понимаю, действует и работает. Вот уже есть примеры, когда вам, что называется, удалось сэкономить средства людей и насколько значительные средства? Да, вы абсолютно правы. Есть несколько примеров. Об одном из них я могу сказать. Это в январе этого года еще к нам обратилась молодая семья с просьбой оказать им услугу такого характера, как провести полностью инспекцию построенного жилья. Мы все это сделали с помощью своего оборудования и нашли достаточно серьезные недостатки, самая важная из которых была плесень на стенах. Плесень на стене, на самом деле, по допускам является очень сложным и таким значимым недостатком. Хорошо, что застройщик пошел навстречу, предложили существенную скидку на квартиру, и я точно не помню, но порядка 425 тысяч удалось сэкономить только на этом. Впоследствии, если бы люди не воспользовались этой услугой, то трат могло бы быть достаточно много. Хорошо, но а сколько стоят ваши услуги? Вот человек покупает квартиру, он тратит значительные средства, и где-то он говорит, да я сам тут увижу все эти недостатки, я сам их смогу рассмотреть. Понятно, что не все можно рассмотреть, и даже прежде не всегда. Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, мы предлагаем на самом деле три варианта. Первый – это на нашем сайте человек может абсолютно бесплатно скачать памятку, как самому принять квартиру. Пошаговая инструкция, где с помощью доступных средств, условно говоря, зажигалки, бумажки, линеек можно проверить. Первичный осмотр и, по крайней мере, указать на это заказчику. Второй вариант – это мы проводим визуальный осмотр, он стоит порядка 6 тысяч, да, когда выезжает бригада, уже готовая, есть готовое решение, есть четкий осмотровый план, и мы все это указываем в листе осмотра. Есть третий вариант, который стоит несколько дороже, ну, от 6 до 12 тысяч, да, в зависимости от площади квартиры, когда на объект выезжает бригада из двух-трех человек и делает полностью осмотр, пошаговый осмотр, согласно листу осмотра. Это порядка 10-12 позиций, те, на которые стоит обратить внимание. И самое удивительное то, что мы выяснили вот за последнее время, ну, порядка 9 из 10 квартир сдаются с дефектами, пусть небольшими, но дефектами. Опять же, подчеркну, что строительство жилья становится лучше, качество застраиваемого жилья, но на этапе сдачи небольшие дефекты есть, они значительные, это можно экономить от 20 до 40 тысяч рублей в среднем. Я благодарю вас, Роман Ефимов, руководитель отдела маркетинга компании «Первые квадратные метры» об одном очень интересном, я бы сказал, антикризисном стартапе. Это была программа подробностей, до встречи в эфире.